На телеканале Юганск новости. Здравствуйте! В студии Нановикова и коротко о главных темах этого дня. Трагическое ДТП на пешеходном переходе. 20-летний парень сбил женщину, которая умерла еще до приезда медиков. Для пациентов с серьезными ожогами и опасными инфекциями. Скорая помощь получила специальный изолирующий бокс. Инженер, строитель и ювелир в одном лице. Преподаватель технологий научит, как смастерить полезные вещи для дома. Авария со смертельным исходом. Вчера вечером в результате ДТП погибла женщина. Начинающий водитель 2000 года рождения сбил 62-летнюю жительницу города на нерегулируемом переходе. Отметим, в нынешнем году это уже 16-я авария с участием пешеходов. Дождь плюс тонировка равно плохая видимость. А если добавить к этому еще и превышение скорости, то плачевный результат не заставит себя долго ждать. Виновником ДТП, которое произошло возле остановки «Империя», оказался начинающий водитель. 20-летний парень получил права лишь в сентябре 2019 года. В 1945 поступило сообщение, что по улице Иргутской произошло происшествие с участием пешехода, где водитель транспортного средства «Тойота Королла» не выбрал безопасную скорость, а также погодные условия, технические характеристики транспортного средства, в результате чего был совершен наезд на пешехода. От полученных травм женщина 58-го года рождения скончалась до приезда медиков. И даже знак ограничения скорости 30 км в час перед нерегулируемым переходом не заставил горе водителя снизить обороты. Кстати, существовал миф, что данный участок дороги плохо освещен. Полицейские его опровергли. Разметка и фонари – все было. Это еще доказывает и видео из соцсетей. ДТП с участием пешеходов в Нефтьюганске нередки. Только за этот год зафиксировано 16 случаев, три из которых с летальным исходом. Чаще всего людей сбивают на нерегулируемых перекрестках и в неположенных для перехода местах. ДТП, которые случились с погибшими пешеходами, были зарегистрированы на улице Мамонтовской напротив строения 63. Это торговый центр «Норд». Там погиб человек, пешеход. И также было зарегистрировано ДТП в районе СУ-62. Сейчас в отношении водителя «Тойоты» возбуждено уголовное дело по 264-й статье. Полицейские Нефтьюганска призывают быть внимательными всех участников дорожного движения. Водителям строго соблюдать скоростной режим, а пешеходам смотреть по сторонам. Это простые правила на случай, если вы не хотите пополнить печальную статистику. Галина Зорина, Рамиль Аскаров, телерадиокомпания «Юганск». Нефтьюганск в ближайшие выходные приглашают на общегородской субботник. Его инициируют городские власти. На очистку от мусора запланирован целый ряд городских территорий. Субботник начнется в 10 утра 26 сентября. Участвуют сотрудники администрации, различные городские ведомства. Присоединиться могут все желающие. Запланировано пройтись по самым грязным местам, то есть там, где любят отдыхать горожане. Это территория за памятником первопроходцам вдоль берега Юганская Аби. Полоса вдоль тротуара в сторону 15 микрорайона. Также мусор планируют убрать возле скважины Р-63 на Голубом озере и протоке Акапас. Сегодня ночью неизвестные похитили фрагменты исторических стендов в музейном комплексе «Усть-Балык». Всего унесли пять презентационных досок с фотографиями и текстом. Сотрудники музея «Сторожилы города» возмущены данным поступком. Аккуратно выкрутили саморезы, забрали фрагменты истории и вкрутили саморезы обратно. Председатель общества «Сторожилов» с утра пришла на работу в «Усть-Балык» и сразу заметила пропажу. На стендах в аллее первопроходцев, вот сколько их, четыре стенда, на каждом стенде внизу выдраны вот такие фотографии. Фотографии – это об истории нашего города. Самое интересное, что их нигде нет. То есть выдрали и унесли. С какой целью это сделано, непонятно. Всего пропало пять фотографий. С последнего стенда возле ротонды вытащили сразу два. Прохожие недоумевают. Ну, честно, мне кажется, это непреднамеренно. Скорее всего, это либо какие-то хулиганы, просто как-то забава ради. Потому что это ценность, да, нефтьюганская. Все-таки очень много историй связано с этим местом. И, мне кажется, никому это не нужно было делать. Хулиганы или воры, музейные работники и «Сторожилы» возмущены. Такие дыры в истории города оскорбляют и первопроходцев, и всех горожан. Ведь эта улица первопроходцев, она рассказывает о том, когда, в каком году сюда приехали первые геологи осваивать западно-сибирские месторождения. «Сторожилы» после такого факта считают необходимым установить на аллее видеонаблюдение и призывают хулиганов вернуть фрагменты истории нефтеюганска на положенное место. Наталья Платонова, Евгений Трефилов, телерадиокомпания «Юганск». Прививку от гриппа можно поставить завтра в передвижном пункте. Вечером в пятницу горожан ждут возле популярного магазина. Вакцину от гриппа можно поставить в машине скорой помощи. Она будет дежурить завтра, 25 сентября, возле магазина «Семейный магнит» по улице Мира. Мобильный пункт будет работать с 16 до 18 часов. Прививка бесплатная, с собой нужно иметь только паспорт. Напомним, данная мера профилактики считается действенной от сезонных штаммов гриппа и, самое главное, поможет избежать серьезных осложнений. Для транспортировки на дальние расстояния. Скорая помощь нефтеюганска получила специальный изолирующий бокс. Так называемом биобаке будут перевозить пациентов с инфекционными заболеваниями, в том числе с COVID-19, а также с тяжелыми ожогами и иммунодефицитом. Биобак в нефтеюганск поступил пару недель назад. Все это время медработники ковидной бригады проходили обучение. До сих пор по назначению использовать бокс не приходилось, так как он предназначен для перевозки пациентов на дальние расстояния. А поскольку больницы для ковидных больных находятся в городе, всех с подозрением на коронавирус перевозят обычным спецбортом скорой помощи. Одного его вполне будет достаточно. У нас есть далекие, отдаленные участки, куда мы выезжаем из Юганг. Юганская ООП, это 80-90 километров от города. Вполне возможно для таких пациентов, которые именно находятся в этих населенных пунктах, он будет использоваться. Перевозить в таком боксе будут инфекционных больных с ожогами и слабой иммунной системой. Для создания стерильных условий внутри имеется два режима. Изолированные носилки помогут избежать заражения как самого пациента, так и медперсонала. Воздух из бокса и в бокс при разных заболеваниях циркулирует по-разному. Через фильтры и под давлением. Можно работать, оказывать помощь. У нас здесь стерильные условия создаются, чтобы не соприкасаться с больным уже, когда в боксе он. Получается, здесь вот меняется, здесь подается кислород, убирается. Здесь можно система сразу тоже убирается и все стерильно туда поступает. Переносить такие носилки будет гораздо сложнее. Вес бокса 22 килограмма плюс сами носилки 5 килограммов плюс вес пациента. В среднем общая масса составит не менее 100 килограммов. Пока бокс новый, фельдшеры решили на себе проверить, насколько в нем комфортно. Просторно, мягкий матрас, ремни безопасности. А главное, нет чувства замкнутого пространства, поделилась фельдшер Марина Русакова. Видимость хорошая со всех сторон и нет такого, что замкнутость пространства. То есть абсолютно. Во-первых, идет поток воздуха хороший, нигде не дует. Окна, видимость хорошая. То есть нет такого. И медработники всегда присутствуют. Сам бокс двухметровый, выдерживает вес до 120 килограммов. Департаментом здравоохранения Югры было закоплено 30 таких биобаков. Все их распределили по муниципалитетам округа. Мария Сераева, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». Специалисты комиссии по противодействию экстремизму сегодня обсуждали межнациональные отношения в школы города. В итоге они пришли к выводу, что среди подростков в этом смысле царит атмосфера взаимоуважения и поддержки. Укрепление межнационального согласия и формирование у детей и молодежи культуры общения – это одна из задач, которая стоит перед Департаментом образования и Комитетом культуры города. Их представители отчитались о проделанной работе в этом направлении с начала года. Так, в рамках профильной программы учреждения провели десятки мероприятий, акций и круглых столов. Муниципальные окружные рождественские образовательные чтения, конкурсы детского творчества «Димитриевская суббота», круглый стол – этнокультурное образование как основа формирования личности, спортивные соревнования, спорт-миротворец, они у нас уже проходят третий год. В связи с пандемией многие мероприятия пришлось перевести в онлайн-режим. Большой пласт работы провели культурные учреждения «Нефтеюганска». На комиссии подняли вопрос о возможности продолжить этот формат и дальше. Специалисты выразили свою готовность. Темой и героями ролика могут стать исторические, памятные или просто любимые места города, а также сами нефтеюганцы. Жанр вашей работы можете определить по желанию. Возможно, автору удастся выразить свою идею без слов, или, напротив, он захочет снять целый репортаж с закадровым текстом. Все ролики будут показаны в эфире телерадиокомпании «Юганск», а также размещены в социальных сетях. Об авторах лучших работ мы снимем сюжеты, которые выйдут в эфир в день рождения города. Если вы любите «Нефтеюганск», снимайте и высылайте свои видеопродукты на электронную почту trknewssobaka.yandex.ru, либо приносите по адресу 2-й микрорайон, дом 33А, телерадиокомпания «Юганск», телефон 23-77-47. Он любит детей и свою профессию. Сегодня героем нашего репортажа про учителей стал Андрей Калинтеев. Это педагог с 24-летним стажем, который преподает технологии в 10-й школе. И это дело он ни на что не готов променять. Подробности у Галины Зориной. Конструирование, строительство, токарное дело и даже ювелирное искусство. Профессия учителя технологии удивительным образом все это объединяет. На преподавательский путь Андрея Николаевича подтолкнули родители. В 97-м окончил Ишимский педагогический институт и уже на протяжении долгих лет ведет в 10-й школе нефтеюганска уроки труда для ребят с 5-го по 8-й класс. Начинаем с простого, с учениками. Постепенно усложняем, то есть переходим к работе на станках. Станки у нас вот такие вот модульные. То есть из одного конструктора можно 6 станков собрать. Это токарный, сверлильный, шлифовальный, лобзик и так далее. Есть место и современным технологиям. Например, в 10-й школе ребята уже три года изготавливают различные детали на 3D-принтере. А когда нужно что-то запрограммировать, то тут уже Андрей Николаевич перенимает опыт у подрастающего поколения. Пластики есть разные по качеству, по назначению. Но начиная от каких-то шестеренок, первую пробную модель мы сделали часы настенные, механические. Как признается сам учитель, он всегда любил что-то мастерить. Из дерева или нет – не важно. Главное в работе – это желание и стремление. Наверное, именно из-за этих качеств ученики Андрея Николаевича и занимают призовые места на Олимпиадах по технологии. А изготавливают ребята самые разнообразные предметы – от кухонных принадлежностей до серебряных перстней. Цель проекта была изготовить перстень для выпускника школы. То есть первоначально была сделана 3D-модель. За основу украшения мы взяли герб нашей школы. Вот он в центре находится. Год начала учебы ученика и год завершения учебы. Шесть уроков каждый день плюс дополнительные занятия. Для Андрея Калинтеева, как и для многих учителей, школа – второй дом. А как говорит сам педагог, без любви к детям в школе работать нереально. Конкурс видеороликов, объявленных нашей телекомпанией, продолжается. Напоминаем, он был объявлен ко дню города. 16 октября нефтьюганску исполнится 53 года. И у нас уже есть первые работы. Темой и героями ролика могут стать исторические, памятные или просто любимые места города. А также сами нефтьюганцы. Жанр вашей работы можете определить по желанию. Возможно, автору удастся выразить свою идею без слов. Или, напротив, он захочет снять целый репортаж с закадровым текстом. Все ролики будут показаны в эфире телерадиокомпании «Юганск», а также размещены в социальных сетях. Об авторах лучших работ мы снимем сюжеты, которые выйдут в эфир в день рождения города. Если вы любите нефтьюганск, снимайте и высылайте свои видеопродукты на электронную почту trknews.sobaka.yandex.ru Либо приносите по адресу 2-й микрорайон, дом 33А, телерадиокомпания «Юганск», телефон 23-77-47. И завершает наш выпуск постоянная рубрика «Окно в город». На этот раз в объектив телекамеры попала новая стройка. На набережной начали возводить долгожданный спортивный комплекс. Продолжение следует... И на этом у меня вся информация. Всего доброго. До новых встреч в эфире. Продолжение следует... Продолжение следует...